Город посетил руководитель управления архитектурно-строительного контроля Карагандинской области. Аким города Кайрат Бегимов также ознакомился с новостройками и еще раз проследил за ходом продвигающихся работ. В первую очередь они ознакомились со строительством 36-ти квартирного жилого дома и определили круг дел, которые будет необходимо выполнить. Когда вы эту сторону начнете укрепление делать? Через 2-2 отсыпаете, сразу же укатка, каждые 20-30 сантиметров. 25 сантиметров для прочности. Технодзор подтверждает? Да, у вас стоит. Смотрите, перед тем, как заливать, обязательно от скрытых работ должен быть. Следующим объектом посещения главы города и гостей из области стал строящийся дом для медицинских работников. С этой стороны получается будет парковка, здесь машины будут останавливаться. Здесь возможно будет завестись коляской, оставлять коляски, велосипеды для велосипедов. С той стороны три подъезда, коридоры полностью по всю длину, один коридор соединенный на первом этаже, в любой подъезд можно отсюда попасть. А с той стороны основной вход. Отметим, что ранее этот объект являлся общежитием, а затем прибывал в запустении. На его восстановление было выделено 540 миллионов тенге. На сегодняшний день на стройплощадке работает около 60 человек. По словам подрядчиков, большая часть работ уже завершена. Отставания по срокам на сегодняшний день нет. На сегодняшний день вышли на чистовую отделку уже. Сдача у нас в июле месяце, в конце месяца. То есть еще порядка двух месяцев до сдачи. Благоустройство уже готово на 90%. Останется в принципе у нас внутренняя чистовая отделка в квартирах. На сегодняшний день уже порядка, наверное, 15-20 квартир уже есть готовность полная. То есть остальные квартиры и подъезды. Вот это будет основная работа у нас. Ну, я думаю, что в два месяца сроков мы спокойно эту работу сделаем и выйдем в сроки нормально. Аким города также наглядно осмотрел качество работ, показав областному управлению архитектурой строительного контроля два жилых дома, которые возводятся в старой части города. Два 90-квартирных здания будут готовы в ближайшее время. Ведутся работу восьмого дома. Сантехнические работы, канализация, водопровод, тепловые трубы. Идет, ведется уже, заканчиваем кладку воздуховодов. Начинаем уже, приступили сегодня на монтаж уже стропильных этих, на кровли. Осталось завершить один подъезд, он на половину пятого этажа углового подъезда. По девятому дому ведутся кладка четвертого этажа, монтаж оконных блоков, водоконники, сливы. И ведутся уже работы по котловану второй половины дома. Напомним, что Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора на территории Карагандинской области. В случае возникновения каких-либо неисправностей на объектах есть возможность принять меры и даже приостановить работу подрядных организаций. Однако в ходе рабочей поездки в Тимиртау специалист отрасли отметил, что никаких нарушений не заметил. В принципе, что касается подрядных организаций, пока никаких замечаний нет. Что касается восстановления проекта по восстановлению квартир для молодых семей, вопрос авторского надзора. Будем с автором проекта смотреть, разбираться о том, что он находится в городе Астане и всего лишь раз в месяц приезжает с авторским надзором с города Нур-Султан. Это неправильно. В принципе, больших таких, больше замечаний со стороны архитектурно-строительного контроля нет. В принципе, работы все выполняются в соответствии с графиком строительно-монтажных работ. Стоит отметить, что данные объекты и в дальнейшем будут курироваться Акимом города и специалистами, ответственными за архитектурно-строительную отрасль области. В течение этого времени работы будут проверяться в соответствии с договоренностями, высказанными подрядчиками. Юлия Исланова, Жен Саяйман Бекова, Сергей Баданин, Новости Миртау.